Так-так, вижу вы хотите побеждать за предателя и при этом не прикладывать особых усилий, тогда я сегодня покажу вам как побеждать, используя самую банальную, но при этом очень эффективную тактику. А что, собственно, нужно делать? Просто стойте столбом. Нет, это была не шутка. Просто стойте столбом. Ничего не делайте и тогда от вас просто отведут подозрения, мол, вы АФК, а на самом деле вы просто стоите, вы ожидаете добычу. Однако, если вы не являетесь снапшифтером или оборотнем, то лучше никогда не ходить между администрацией и медпунктом, потому что там могут работать камеры и, соответственно, вас могут засечь. Ну а если вы снапшифтер, то тогда для вас задача немножечко будет полегче. Во-вторых, всегда вставайте в то место, где вы оказались после голосования или после начала игры. Так вас никто не заподозрит, что вы не были АФК. Но на самом деле вы же не являетесь АФК, верно? Тогда никогда не забывайте вставать в то место, где вы были. В-третьих, всегда пользуйтесь саботажем, особенно закрытием дверей и выключением света. Это ваш ключ к победе. Ну и последнее правило, это никогда ничего не надо писать в чат, если вы являетесь псевдо-АФКшником. Так вы гарантированно останетесь незамеченным. Согласитесь, это была невероятно простая, но очень и очень эффективная тактика игры за предателя. Ну а когда придет время, нанесите последний удар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова